Продолжаю по космологии, там теория гравитации рассматривалась классическая и ее противоречия. И вот две теории, которые пытаются выйти из этих всех противоречий. Это теория струн, наиболее такая шумная, известная, и еще петлевая теория. Но теорию струн сейчас вкратце пробую изложить. Хорошее понимание требует хорошего понимания современной математики. И, в общем, явно, то есть, вот это все пересказы по пересказам, которые я делал, это явное упрощение. Но это вот то, что мы можем сейчас в этом понять. То, что можно кратко изложить. Значит, принципиальная самая вещь, что вот физики считали частицы всегда некими такими точками, хотя они также и волны. И они взаимодействуют вот как точки. А теория струн, принципиальное ее положение, что самая мельчайшая частица мира, из которой уже состоят вот эти элементарные частицы, выглядит как струна. То есть, не как точка, а вот они взаимодействуют, вот как нарисовано. Они взаимодействуют с всей поверхностью, а не как точки. Они очень маленькие, 10 в минус 35 степени метров, то есть, планкоская длина минимальная. И вот их как раз взаимодействие, оно описывается современными, довольно сложными разделами геометрии, топологии и так далее. Довольно высокой степени абстракции. Поэтому, когда так просто описать, то, какая конкретно они все это мыслят, это довольно сложная задача. Ну вот, картинка, собственно, как мир устроен по теории струн. То есть, мы видим вещества как отдельные какие-то объекты. Как верно еще буддисты говорили, это определенная иллюзия. На более глубинных уровнях реальности это все совокупность атомов, вот эти иллюзорные якобы объекты, которые мы видим. Мы видим их как отдельные, в основном уже в силу языка, потому что язык называет их отдельными объектами. Ну ладно, значит, далее состоит все из атомов. Атомы состоят из элементарных частиц. Вот тут 4,3. Субатомный уровень электроны, да? Протоны и так далее. Далее, сами вот эти элементарные частицы, как сейчас доказано, состоят тоже из кварков. То есть, некоторые из них состоят из более мелких частиц. Дальше я буду по космологии рассказывать, как элементарные частицы возникали. Я принципиально наиболее популярную физику в частице я расскажу, конечно. И кварки, и протоны, и так далее, как они по современному представлению устроены. Ну вот на этом вроде как заканчивается то, что доказано. Хотя оно тоже такое хлипкое, имеет определенные противоречия в своих доказательствах. Но вот и более глубинный уровень по представлению этих струнчиков, это вот струны, из которых состоят уже электроны и кварки. Принципиально струны могут быть открытыми и закрытыми. Вот типология. Самое важное, что нужно знать об этих струнах, что они очень маленькие. Они постоянно между собой взаимодействуют. Они также постоянно переходят на другое, они открываются и закрываются. Причем они сложно взаимодействуют во многих измерениях. Вот принципиальные. Это струны первого типа. Выделяется много типов этих струн. Я позднее покажу всю эту табличку. Вот самые простые струны первого типа, открытые и закрытые. Вот как они могут взаимодействовать. То есть струна может порваться, струна может породить закрытую и открытую. Струна может замкнуться из открытой, стать закрытой. Ну вот и так далее. Вот пять принципиальных типов взаимодействий струн первого типа. Вот эти взаимодействия, также колебания струн, частота их колебаний, они и приводят через сложную систему уравнений, собственно, описывают гравитацию по их представлениям. Интерес к теории струн то возникал, то пропадал. Она высказана еще в 60-е годы, потом доказали, что она неверна, потому что по этой теории струн, во-первых, получается огромное количество частиц, которые никакие не найдены. Во-вторых, значит, тахеоны получаются, то есть получается, что должны быть частицы, которые двигаются в вакууме быстрее скорости света. Это противоречит практически всей современной физике, которая основана на том, что есть предельная скорость, а именно скорость света. В общем, посмеялись и забыли. Однако в 80-е годы это все возродили, часть противоречий преодолели. Однако возникла куча всяких 5 теорий этих самых супер струн, возникло, то есть они начали разные типы. Выделять струн. И, кроме того, у них развились представления о многомерности пространства-времени. То, что эти струны, они в основном в других измерениях. То есть мы 4 измерения наблюдаем, 3 измерения пространственные и время. Еще есть 6 измерений, в которых, собственно, эти струны находятся. Ну, поскольку наблюдаемый мир иллюзия, собственно, никаких противоречий нет, их может быть сколько угодно. То есть проблема в том, как это все обнаружить экспериментально, если оно в других измерениях. Эти все измерения, естественно, они математически описать могут, а вот как доказать, что действительно в других измерениях вибрируют струны, а мы это видим уже сначала как элементарные частицы, потом как атомы и потом как объекты. Это сложно. Пытаясь увязать, некоторые теории струн много вводили со всем измерений. Там 26 у них была цифра. Все теории струн предсказывают тахеоны, то есть скорость света для них не проблема. Ну, вот принципиальная картинка по теории струн, какие принципиально существуют в теории струн, то есть бозонная теория 26 измерений и вот их принципиальные особенности. А также это схема дуальности, то есть как между собой связаны струны разных типов. М-теории это теория, которая пытается объединить все теории струн. Различные вот этапы развития всех этих построений, в основном математических, они называют также первая струнная революция, вторая струнная революция и так далее. То есть у этих струнщиков у них уже такая субкультура, у них там всяческие открытия происходят, так сказать, скандалы, расследования, множество теорий плодится, но все вот это продолжает оставаться чисто теоретическим, потому что нет экспериментальных доказательств этого. А внутренняя жизнь у них там бурная, все эти измерения рассчитываются, конкурсируют, концепцию строят и так далее. Значит, пытаются сейчас вот, запустили сверх мощные все эти ускорители в 10-е годы, начиная с бозонного коллайдера, они пытаются построить такой эксперимент, который бы доказал или опроверг теорию струн. Они очень маленькие струны, меньше кварков, поэтому... Много-много меньше кварков, поэтому... Не знаю. Ну, может быть, вот слушатель этого канал, какие-то новости знают, что-то в 10-е годы что-нибудь там продвинулось с этими струнами, потому что это в основном это мода 80-х, 90-х годов. И не факт, что сейчас это все в тренде остается, возможно, они уже и свернулись, и закоксились, потому что самые современные открытия науки обычно мы лет через 10 начинаем разбирать в энциклопедиях. В общем, что там прямо сейчас творится, я, конечно, не знаю, не будучи ядерным физиком. В основном вот они все жаловались 90-е годы на технологические ограничения, которые мешают им проверить. Применительно космологии, которая основной темой моего-то исследования, как бы является YouTube-исследование такого любительского. Ну, вот применительно космологии, во-первых, они, да, объясняют гравитацию и другие взаимодействия, как колебания струн, то есть некая единая у них концепция есть. Значит, у них следует из их теории, что Вселенная имеет минимальный допустимый размер, то есть вот это вот представление о структуре Вселенной, как некое такое бесконечно малом объекте и все такое, в момент большого взрыва, вот это противоречивое, как я уже говорил, представление, оно у них не имеется. То есть у них был минимальный размер Вселенной, из которого начался взрыв, меньше которого не бывает. То есть нулевых размеров Вселенной не рассматривают. Но сами по себе вот эти вот фразы про нулевой размер Вселенной или там бесконечную плотность, это просто фразы, потому что они не соответствуют какому-то физическому объекту. они просто противоречивая фраза поэтому и бог с ними и не жалко это то есть даже и логичнее получается второе различные дуальности так но раз я про них говорил наверное я пропущу вот самое главное третье потом они рассматривают измерение как минимум 10 поэтому получается что космология должна описывать не только как развивалась в четырех измерениях вселенной то что она сейчас описывает что был большой взрыв что в трех измерениях и во времени вселенная начала расширяться а как это все выглядело в остальных измерениях вот в которых свернуты струны вибрации которых как раз и определяет все основные физические константы четырехмерного этого мира из пространства времени вот это тоже должна космология объяснять то есть она ставит перед космологии другие задачи описать не только в четырех измерениях но в десяти историю мира вот но в общем пожалуй вот и все тоже я надеюсь что когда никто не набредет на этот клип и чем-нибудь дополнит а дополнит именно попроще объяснить космологические гравитационные применения этого а также вот современное состояние всей этой шумной истории насколько это сейчас они думали или модифицировали это или очередную теорию породили то что их много было свое время всяческих теорий и насколько они все-таки смогли экспериментально это подтвердить или опровергнуть